доброе утро народ сегодня мы собираемся на охоту на гуся где-то это будет находиться в 70 километрах от светлогорска вот едут два снегохода груженных мы летим на вертушке туда всех кстати с праздником 9 мая сегодня 9 мая у нас всех с праздником великой победы все ребят мы у борта чепчики сняли смотрите какой аккумулятор ветролета 15 ампер часов зверюга сугробы все наметает наметает азимут 240 удаление 38 до пульки а керосинчиком запахло наконец-то мы вылетели к цели нашего путешествия охоте на гуся погода не жаловала дул север северо-восток было много снега и гусь лететь не спешил нас это не расстраивало на сегодня забот хватит надо подготовить лагерь для проживания в нем неделю поправить избу разобранную медведем а гусь ну если полетит то мы готовы впереди виднеется плотина курейской газ остановимся на этом уникальном сооружении чуть подробнее курейская газ построена на реке курейка правом притоке реки енисей она является второй заполярной гидроэлектростанции на севере красноярского края строительство гидроэлектростанции осуществлялось коллективом построившим усть хантайскую газ и имевшим уникальный опыт возведения гидроузлов суровых зимних условиях заполярье состав гидроузла входят русловая правобережная и ливобережные плотины здание газ прислонного типа подача воды от водоприемника к турбинам газ осуществляется по напорным водоводам диаметром 7 метров установленная мощность газ 600 мегаватт вот что рассказывает вадим бордюков директор курейской газ курейка курейка небольшая заполярная река на границе таймыра и венки правый приток могучего енисея курейка деревня где отбывал ссылку вождь всех народов иосиф сталин курейка богатейшее место рождения графита доступная для открытой добычи более 10 лет до памятного для россии 1937 года она находилась концессии у англии курейка самая мощная заполярная гидроэлектростанция курейская газ с непростой судьбой стройка начавшаяся в 1975 году стройка закончившийся совсем недавно а по сути продолжающаяся и сегодня гидроэлектростанция построенная не по воле а вопреки мнению единственного на сегодня потребителя электроэнергии заполярного филиала норильской горной компании медно-никелевого гиганта россии как это ни странно руководство норильска в 70-80-е годы пыталась убедить правительство страны прекратить никому не нужную стройку сегодня по прошествии 20-30 лет вся вырабатываемая электроэнергия потребляется в норильске речь идет уже о ее дефиците такие вот парадоксы истории с уверенностью могу утверждать что курейская газ сегодня является одной из самых надежных гидроэлектростанций мира имеющий сплоченный коллектив единомышленников работающих не за страх и деньги а руководствуясь совестью и сознанием своей ответственности энергетиков с высокой буквы за надежность жизни за полярным кругом кому-то это покажется излишним пафосом а для нас оставшихся эксплуатировать курейскую газ и поселок светлогорск это просто жизнь жизнь без которой мы себя не представляем жизнь в которой мы видим смысл нашего существования на планете земля жизнь которую мы просто любим тем временем мы прилетели к избе и будем осваивать наше небольшое хозяйство где проведем несколько я надеюсь незабываемых дней вон изба был там мишка или росомашка дверь распахнута марс встретил нас я слышал такой по пояс по не все красивое должно во ребятки такая изба кто-то тут порылся подрылся мишка ее развалил зимой более-менее собирают собрали там и снег вычистим мусор уберем заживем блин он какая печура тут я для такой погоды офигенно ребята уже гусей набили все можно уже обратно и так мне выпала роль рейсового автобуса я ношу грузы всячески от вертолета до избушки тоже работа не бей лежачего топтай себе снежок не спеша хорошо не ребят скажу честно я ты сподвык после шерпа меня уже в избу не загонишь так особо с удовольствием более такую общакову не хочется залазить у нас лыжи есть табур и будем щуп бегемотов ловить еще ладно я иду за лопатами надо ребят паскать понемногу снега ребят наваливает столько что вот такие уходы приходится одевать это не техника дошла это я сам дошел на лыжах все же ребят вертолет быстро прикольно но вот дальше двигаться уже никак уже только лыжи и все если прилетел там куда то значит это не база с техникой там прочь все таки 2 медвежью берлогу разбирают зимовал походу пистолетов так ребятки по им облетаем немножко территорию посмотрим что тут интересно и связано на самом деле место было для нас новым и неизведанным мы решили сделать пару кругов по окрестностям дабы понимать где тут кто живет а если встретим мишку то рассказать что территория пока занята и в избе ему делать нечего кстати о медведях что мы о них знаем самец бурого медведя может достигать в длину два с половиной метра и массы тела до пятисот семьсот пятидесяти килограмм с виду буду бурый медведь неуклюж хотя в действительности очень подвижный и ловкий передвигается он как и находится то есть попеременно ступает то сразу на обе правые то на левые лапы в гору бурый медведь бежит быстрее чем по ровному месту так как задние лапы у него длиннее передних ходит по лесу осторожно и почти бесшумно в отличие от белого медведя нырять избегает и в воду погружается оставляя голову снаружи спокойное время шагает медленно ставя ноги немного внутрь оправдывая народное название косолапый другое название мед вед связано с тем что этот зверь очень любит мед и ведает знает где его искать по образу жизни бурый медведь сумеречное животное днем скрывается в глухих местах тайги и только вечером выходит на поиски корма лес доставляет ему обильную и разнообразную пищу в начале лета он поедает молодые побеги коренья луковицы позже грибы и ягоды желуди орехи осенью выходит на поля с овсом или кукурузой где наносит урон больше тем что мнет колось и стебли растений нежели поедает их во время хода рыбы в таежных реках вылавливает ее у берегов и поедает в большом количестве при случае нападает на лосей диких кабанов северных оленей коров и лошадей часто питается падалью с наступлением теплой погоды в тайге начинает свирепствовать гнус множество комаров мошек и других кровососов причиняют животным сильные страдания медведи в это время от укусов не находит себе места катаются по земле лапами царапают морду до крови ревут некоторые уходят тундру добираясь до берегов северного ледовитого океана где ветер спасает их от комаров к осени медведи жиреют накапливая в организме питательные вещества на период зимней бескормицы берлоги устраивают где-нибудь в сухом месте в углублении под бреломом самцы залегают в берлогу отдельно от самок если летом какой-либо медведь плохо питался и недостаточно ожирел то он бродит в поисках пищи и зимой становясь опасным для крупных травоядных животных и даже для человека это так называемые шатуны большинство медведей в берлоге впадают состояние зимнего сна и нуждаясь в пище и питье однако распространено представление о том будто бы медведи находясь в берлоге без пищи сосут лапы чтобы извлечь из них питательные соки и утолить голод в действительности это недоразумение здесь причина другая у медведей примерно в феврале происходит отслаивание с поверхности подошв старая грубевший залеток кожи молодая нежная кожица на лапах зудит и мерзнет поэтому медведь облизывают подошвы горячим языком причем киева при этом губами вот почему со стороны кажется что медведь сосет лапу в январе-феврале медведица рождаются два-три крошечных медвежонка массой около полкилограмма каждый они слепые голые беспомощные и нуждаются мастеринской заботе медведица держит детенышей у себя на брюхе среди шерсти в тепле согревая своим горячим дыханием она кормит медвежат густым молоком который у нее вырабатывается за счет накопленных слета жировых запасов тем временем мы вернулись так никого и не встретив что ж про медведя я вам продолжу рассказ чуть позже так ребятки у нас оттаивает отсохивается все давай так то помните я это самое когда в такую избу заходил говорил что она брошена ну что ребятки жизнь все чудастей чудастей он сейчас снега нажарим покушаем до отвала до наедимся до отвала на жарим воды наедимся жизнь налаживается нары просыхают скоро можно будет спать даже уже вот так будем мы ребят и плечеваты как наваристая вода то получилось а у нас ребят не простая вода вон комар а вон еще это самая иголочка еловая надо хвои добавить побольше хвои добавить побольше о сейчас заживем сиротский завтрак какой завтрак у нас ужин 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 уже вечер ужин так ребят забыли мы соль спички сейчас быстренько мотанемся мотанемся туда-сюда обратно до города и все-таки вертолет развращает ну на чем вы еще мотанетесь за забытой солью а тут 20 минут и ты уже там конечно соль это шутка были дела поважнее но тем не менее я понимаю почему дядя витя говорит что ему будет трудно ездить по земле но и понимаю когда он говорит что земли больше видно да на земле свое удовольствие а в небе свое а пока мы летим я продолжу рассказ про медведя думаю это будет всем интересно вернемся к нашей медведицы с медвежатами вот они голые беспомощные нуждаются в материнской заботе медведица их кормит молоком с наступлением тепла подросшие медвежата покидают берлогу вместе с медведицей и под ее присмотром греются на солнышке подкармливаются тем что можно в это время отыскать в лесу ягоды клубни черви насекомые медведь самец держится вдали от медведицы не принимает участие в уходе за медвежатами которые доставляют матери достаточно хлопот набравшись сил они становятся подвижными бегают вступают в борьбу дерутся лазают по стволам деревьев резвятся мать купает медвежат в ручьях и озерах опуская на отмели каждого по очереди в воду предварительно схватив зубами за загривок позже они купаются сами иногда медведица оставляет при себе медвежонка из прошлогоднего выводка который становится ее помощником в воспитании малышей это так называемый пистун он служит подрастающим медвежатам как бы примером для подражания проведя все лето с медвежатами медведица осенью залегает с ними в берлогу а в следующем году отгоняет их от себя приступая к новому размножению которое происходит только раз в два года человека медведи боятся и почуяв его запах уходят в глухую чащу но горе тому кто встретит в лесу шатуна они хоть и ослаблены недоеданием но очень опасны для всего что может быть едой очень опасные мамка с медвежатами они не боясь любопытно выходят к туристам увидел медвежонка беги случае нападения на человека достаточно редки в обычной ситуации естественных врагов у бурых медведей немного иногда это волки на дальнем востоке тигры но для них медведи представляют собой сильных противников и в в неволе гораздо дольше охотятся на медведя в основном из-за вкусного мяса целебного богатого витаминами жира и теплый хотя и очень тяжелой шкуры которая ценится сравнительно дешево вот и нашему медведю чтобы не стать вкусным мясом целебным жиром и шкурой надо бы перестать ломать избы в округе мужиков на него серьезно имеем два генератора вот в этом вместо масла бензин в моторе у этого есть искра есть топливо и нет запуска фух надо разбираться короче нам надо как-то делать свет ладно сейчас буду копать чё накопаю расскажу вам в этом сейчас поменяю масло скорее всего что произошло не закрыли с мороза занесли его не закрыли кран вот этот вот во включенном положении был топливный краник и закрыли вот эту крышку и при нагревании расширилась топлива и даванула в карбюратор через приоткрытый клапан по и потекло в картер и там уже одну просто самотеком уже начала выливаться у меня такое бывало на генераторах не на таких на большом генераторе а с тем не знаю что сейчас чуть из двух то один соберем как-нибудь как-то так вот ну как видите у нас уже девять вечера солнце еще вон там шикарно видели сейчас вот здесь прям глухари бегали он ребята уже там шпалят дров навозили воду сейчас привезут здорово вон у нас уже гуси сидят пять гусев это мы прикалываемся так выставили пусть глухари к ним придут в гости сегодня занимаемся избой занимается генераторами ночь длинная светлая так что работы хватает всем кто-то уборкой занят порядке наводит там я вот здесь с этими шайтан машинами борюсь мучился короче с генераторами один починили вот попробую был бы с нами мишаня он бы из 2 3 бы сделал мишанька тебе привет дружище же очень жаль что ты не смог с нами поехать я надеюсь ты летом эту всю красоту увидишь обязательно народу прилетело еще я не знаю теперь что делать ночевать в принципе уже в избе ну нереально есть вариант ночевать в вертолете но это холодно сегодня будет морозы до минус 15 будет температура опускаться да сегодня 9 мая такая вот засада но есть еще один вариант ребят специально для вас я привез на край земли преддверии плата путорана славный поселок светлогорск нашу палатку polar bird встречайте ну куда мы без нее конечно да было не просто ее притащить в такие края это все таки 7000 километров без вездехода да и отапливается она у нас секретной штукой посмотреть это ребята себе делают испытывают сейчас делают отопитель на базе вебасты вот здесь в ящике установлена 4 киловаттная вебаста далее аккумулятор ну или бензин вот захотели они так себе и вот так вот а почему нет ну хотят так не хотят печку они где-то вообще на крайних северах шарохаются бывает на вертушке и им как бы ну бывает что дров нету совсем и никогда этим заниматься следить за печкой а тут у нас вот такая вот красота получается еще не дооборудовали ух ребята здесь жара реально жара елы-палы вот такая у нас красота сегодня я здесь буду ночевать взять витей на пару шикардос вообще просто шикардос я вам точно говорю братцы это чё-то пойдем в избу посмотрим что там происходит вот такая вот система ящик будет переделана него уменьшат будет из алюминия сейчас он металлический тяжелый это просто проходят испытания вообще жизнеспособна эта тема или нет 4 киловаттная вебаста аккумулятор в принципе у ребят всегда генератор есть для подзарядки аккумулятор либо для питания вебаста напрямую вот такие вот дела класс класс что я могу сказать тоже альтернативная энергия бензин у них всегда есть на снегоходах они ездят кушает вебаста мало аккумуляторы есть от чего заряжать генератор так что будем испытывать ну а polar bird это конечно классные палатки мне нравится осталось мне победить вот этот 2 и 6 киловатта еще генератор а в том была причина чего его видать где-то завалили на бачок и масло с картера затекло в карбюратор забила все воздуховоды прочее 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 мне пришлось ну я думал что может вода вот стоит в карбюраторе открутил его ничего не льется вообще туда дунул масло видать пробил чуть-чуть толкнул пленочку он долго не использовался года два и потихоньку потекло масло сначала густое потом лучше 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 но и промылся в общем он и завелся и работает как часть то что я удивлен был почему фубаги там два новых фубага и оба не работают а просто неправильное хранение на самом деле 2 и 6 киловатта у меня фубаг работал несколько лет и вполне успешно вот производителям фубага тоже маленькая реклама а нам нужен новый генератор так что ребята хотите полезное дело мы вам вы нам все идем в избу смотреть что тут такого интересного происходит ребята просят второй генератор им свет нужен тут еще в избе окон нету сейчас только врезать будут или врезали окна вот такой у нас тут лагерь разгром завтра мороз гусь не будет лететь завтра едем на рыбалку ловить вот таких крокодилов огромных ну вот ребят заработал и второй генератор я заменил заменил ему масло фу ну и все давление появилось все датчик больше не срабатывает варите все в порядке да будет свет